Музей редких книг областной библиотеки имени Сабита Муканова – это три тысячи раритетных и уникальных изданий. Сегодня он пополнился более чем на две сотни произведений. Правда, только на один день, потому что эти книги из частных коллекций горожан. В литературном музее побывала наша съемочная группа. Книги из мусульманской библиотеки, храмов всех святых и личные коллекции петропавловцев. В обычный день такие издания читатели здесь не найдут. Но сегодня возможность прикоснуться к истории есть у всех желающих. В книжном музее около трех тысяч редких и раритетных изданий. Самому древнему псалтырю почти три века. Не меньше интерес вызывают мусульманские религиозные произведения. Ценные книги представлены у нас из частных коллекций мусульманской библиотеки. Мусульманская библиотека в Петропавловске была открыта в 1909 году. И на арабской вязи эти книги выполнены. И в настоящее время у нас, к сожалению, практически нет людей, которые могут читать на арабском. Но и дело в том, что после Октябрьской революции, естественно, эта библиотека была уничтожена. А те книги, которые остались на руках у читателей, они сохранились. Евангелие и другие христианские книги для выставки предоставила библиотека храмов всех святых. Особую ценность имеет вот этот экземпляр. Он принадлежал епископу Петропавловскому священномученику Мефодию. Он в 1906 году был ректором Уфимской духовной семинарии. И преподаватели, и студенты подарили ему такую книгу с личной, с надписью «Отцу ректору». Это коллекция североказахстанского филолога и пушкиниста Василия Коноплева. Здесь представлены редкие издания, в том числе единственная в нашей стране лицейская энциклопедия. Также книголюбы смогли увидеть необычный грамматический словарь русского языка. Искать слова в нем нужно не по первым буквам, а по последним. А это первый перевод Корана на русский язык. В 1907 году его сделал русский востоковед Гордий Саблуков. Если вы хотите познакомиться со священной книгой «Мусульман», учить арабский язык не обязательно. Перевод Корана есть не только в старых коллекциях или мусульманских библиотеках, но и в интернете. А вот возможность лично увидеть древние издания выпадает далеко не всем. Те, кто сегодня пришел на выставку, а это несколько десятков человек, смогли узнать, какими были книги много веков назад. Алена Подласова, Тимур Ахматуллин. Новость МТРК.